Так, а что, работает? Вы знаете, еще с прошлой сессии остался вопрос Мы по поводу вторичной меди Мы немножко перескочили Мы немножко уехали Еще раз повторюсь Коэффициент рециклина в меди В отпуске 60% То есть 60% меди Выкапывается, добывается Приносится на пункты Цвет мета И попадают в плавильные печи производителей Есть еще одна сказка О бескислородной меди Аудиофильской Да, да, да Я сам не чувствую Этим увлечением, но я не ортодокс Поэтому я так спокойно все воспринимаю И меня наш ПВС вполне устраивает В качестве подключения, тем более Не киловаттной мощности Рассказать о том, что один кабель звучит так Другой этак и так далее По аудиофильству, в общем, хочу сказать Главное в Аудиофилии Если ты хочешь услышать звук Это нужен холст На котором картина звуковая изображена Холстом является тишина Отсутствие специально подготовленного помещения Убивает эту идею вот так вот Какие-то кабели там не приделываются Какие фильтры сетевые не ставят Если у тебя звонко зашумленное помещение Вот как-то типа этого С гипсокартоновыми делами Любая низкочастотная Здесь если качнешь, он будет тут звенеть Все это помещение Поэтому аудиофильство немыслимо Без специально подготовленного помещения С грамотным акустическим оформлением Без отсутствия резонансов и отражений Если этого не сделано Все остальное разговоры Это маркетинг Еще раз маркетинг Я видел там кабели для подключения Просто тюльпан-тюльпан По 150 тысяч рублей И все там бесклородная медь Чтобы этот кабель Может быть как-то себя проявил Тебе пяток миллионов Нужно вложить в помещение В котором ты это будешь слушать Иначе это выброшенные деньги На благо тех людей Которые всучивают тебе 20 долларовую китайскую поделку Вот бескислородная медь Она сама по себе Не лучше, не хуже, не вкусней У нее содержание кислорода Ну например там не 0,03% А 0,01% То есть не в 10 раз даже Просто несколько ниже Чем в обычном техническом виде Связано это При этом удельное сопротивление У нее может быть выше даже Наличие иных примесей Тоже может быть У нее просто кислорода меньше Для определенных целей Видимо это нужно Какие-то электроды Может быть изготовлять И так далее Как электрический проводник Она не лучше и не хуже Просто это особенность Технологии производства Не более того Бескислородная медь Как и на нашем рынке Тоже предлагают ее практически За ту же цену можно купить Но мы стараемся И другие производители Не бегать от производителя А производители Потому что технологии производства Наладишь вот на одного производителя И гонишь на ней И очень хорошо Переключение с одного на другого С разными характеристиками Там по физбехам Требует изменения Маструта Протяжки Волочения И это затраты Поэтому без кислородки Ничего в ней нет Это такой Чисто технологический термин Не более того Вот Никаких преимущества На радикальных Не дает В нашей отрасли Всяком случае Диафилы могут Самодовлетворяться Каким угодно Способом Как ему нравиться Вот Теперь по производству меди Вот еще раз говорю В среднем 60% меди Которую Которую мы покупаем Любых летных изделий 60% Они состоят из Торичьи Это неплохо И нехорошо Что при этом Производитель должен делать Когда мы вважаем В общий чам Вместе Это все эти Самовары Так сказать И все прочие изделия Которые содержат Латун Цинк Мы получаем Некий суп Здесь В котором Там Плавает Вот это Вот Все Даже медь содержится Тоже Вот Что сделать Нужно Вот эти вещи Отсюда убрать Каким образом Из расплава Убрать Ненужный компонент Ну Атомы пинцетом Вылавливать Это Нескопримематичная Трудоемка Для этого Берется Некий Рейгент Ну Как правило Это некий Белый порошок Который Целевым образом Реагирует Цинком Ну Окисляет его Либо Соединение Какое-то Либо Железом Либо Господи Свинцом Ну И прочим Примесями Соответственно При каждой Плавке Лаборатория Определяет Что-то Гадость Там плавает Соответственно Подбирает Объем Присадок Которые При высокой Температуре Реагируют И в виде Шлама Всплывают Наверх Шлама Убирают Унизу Остается Медь Которая Опять же Оперативно Контролирует Качество И при достижении Нужных Параметров Собственно И делают Польют Из нее Уже Катанку Методом Непогровенного Лития Вот так Собственно Оно Должно Быть Но Во-первых Определение Сустава Супа Достаточно Наукоемкое Дело Подбор И наличие Необходимых Присадок Это тоже Затратное Дело Если этого Не делать То можно Здорово Сэкономить Вот Соответственно Наличие Торцветмета Еще раз Подчеркну Это не Не является Самой проблемой Проблемой Является Как реагировать На этот суп Собственно Тот производитель Который Делают Медь Вот Если он этого Не делает Соответственно Мы имеем То что имеем И Медь С удельным Сопротивлением Алюминия Чудесно Идет на рынок Из нее Делается Кабель В номинале 1.36 И Брызгая Седяной Его продают На каких-то Оригинальных Рынках Думают Что Поглядите Как он Толстый Опять же Фрейд Улыбается Нам Вот Производители Меди В нашей Стране Делятся На две Такие Крупные Группы Это Первая Это Монстры Типа Норильского Никеля Который Собственно Сам Добывает Руду Сам И Плавит Ну Как сказать Ну Илкат Завод В Москве В принципе На рижском Виде Работает В основном И Есть Еще одна Крупная Компания УГМК Ураль Меди В качестве Внутреннего Процесса Происходит Вот Есть Еще Камкат Транскат Роскат Компании Ну Они Помельче Но Они Достаточно Состоятельные И с этими Вещами Работают И Медя Ну А Уже Говоря Так Скать Есть Еще Конечно Такое Областное Значение Ребята Которые Ставят Где Нибудь Там В Сыранской Двери Какую То Плавильную Печь И Конечно Работать Объюли Со всеми Этими Вещами Конечно У них Компетенции Не хватает Ну Соответственно Медь Это Идет Немножко Другой Ценой Немножко Другие Рынки Нам Ее Тоже Предлагают Мы Ее Даже Видели Мы Даже Пробовали Работать Попробовали Один Приезжали Нам Два Бунта Один Мы Попробовали Плюнули А второй Даже Не Ставали Правильно Что На этом Мы Закончили Эру Работать Региональным Прозволителем Медь А кто Ваш Поставщик Ну Вот Камкаты Мы Видели Роскаты Мы Берем Иногда У ГМК Мы Берем Медь Норникель Мы Берем Она Качественная Медь Хорошая Потому Что Доля Катод У них Повыше Потому Что Катоды У них Собственные Вот У Приленные Моменты Там Действительно Ну Может Быть Что Чисто Катод Развращены Внешним Рынком Потому Что Две Третьи Мед Которые Производят Они На Внешний Рын И Судороги Нашего Внутреннего Рынка Их Совершенно Не Заботят Ценообразование На Медном Рынке Кстати Очень Важная Вещь Привязана К Доллару Жестко Договорами Поставки То Мы Грубо Говоря Покупаем На Зато Продавать Ресурсы Природные Глобально За Доллары Можно Почему А потому Что Акционеры Этой Компании Считают Это Приемлемым Но Наше Государство Покусывая Кулак Спокойно Помалкивает Вот Так Но Это Тоже Реалия Нашей Жизни Поэтому Кабель Продукция Валютно Зависимая На 70-80 Продукция